Талые воды угрожают Усть-Каменогорску. Плюсовые температуры спровоцировали половодие. Потопленными оказались больше 30 дачных участков. Зону разливов выехали бригады спасателей, но от эвакуации жители отказались. Экстренные службы продолжают нести дежурство. Поводковые сценарии весны оценил Вячеслав Ветлугин. Сезонные учения закончились. Местные спасатели выезжают ликвидировать реальные угрозы. Только так на высокопроходимых автомашинах Шерп спасатели добираются до зоны паводков. Альтернатив этой техники здесь просто нет, потому что форсировать приходится ставшими полноводными реки. Вышедшая из берегов река Облакетка за сутки затопила больше 30 дачных домиков. Из-за таяния снега почти на метр поднялся уровень воды в 75-километровом русле. Как вы видите, еще вчера у нас уровень был под окна, но на сегодня у нас уровень спал около 50 сантиметров. Вода отошла от домов. Риски половодья в районах сохраняются. Снегом покрыто 96% территории области. В Усть-Каменогорске с дренажом талого снега уже не справляются ливневые канализации. А горожанам впору приобретать плавсредства. В неделю с городских улиц откачивают не меньше 7 тысяч кубометров воды. Постоянно затапливается вода, стоит ни пройти, ни за хлебом. В пожилом возрасте люди 2-3 дня сидят, хлебом запасаются, чтобы не выходить на улицу, потому что не подойти к магазину ни к одному. Впрочем, реальные паводковые угрозы от Усть-Каменогорска отводят. По данным местных коммунальных служб, протоки четырех рек города уже избавлены от наледи. По городу готовность у нас хорошая техника. Мы полностью прочистили все арыки, подготовили все ручьи, заготовили инертные материалы порядка 500 тонн, заготовили мешкотару порядка 5000. В ближайшие дни синоптики прогнозируют дальнейшее потепление на Востоке. Чтобы обильное таяние снежных масс не спровоцировало наводнение, на одном из крупнейших в регионе Лаилинском водохранилище планируют укреплять плотину. В городах и селах на случай ЧП подготовлено 108 эвакуационных пунктов. В режим усиленного дежурства переведены свыше 3000 спасателей. Вячеслав Фитлугин, Анна Лесенбердина и Дмитрий Пыхтин. Восточно-Казахстанская область. Хабар-24. Продолжение следует...